здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин мы с вами на портале exeget.ru и сейчас мы с вами поговорим о мессианских пророчествах в псалтире и сейчас мы разберем отрывок из двадцать третьего псалма давайте его прочитаемся на дальнем переводе а потом разберем каждый стих поднимите врата верхи ваши его и поднимитесь двери вечные и войдет царь славы кто если царь славы господь крепкий и сильный господь сильный в брани поднимите врата верхи ваши и поднимите двери вечные и войдет царь славы кто сей царь славы господь сил он царь славы давайте разберемся с этим отрывком но перед тем как его толковать давайте вообще поговорим о толковании толкование псалтире любой библейский текст в том числе солом имеет своего первого читателя салон был написан его услышали прочитали люди которые жили в одновременно с автором этого псалма и они его поняли глубоко не глубоко но они его поняли и вот вот этот первый уровень то есть уровень первого читателя он называется буквальный то есть что этот отрывок понимается буквально как его понимать второй уровень это вневременное значение псалма этот текст попал в библию раз он попал в библию это говорит о том что он богодухновенный а раз богодухновенный то он для всех верующих в том числе и для каждого из нас то есть мы читаем этот солом и не только буквально его понимаю но понимаем нравственно то есть как это касается всех нас третий уровень понимания псалма это то что относится к господу нашему иисусу христу то есть это мессианское прочтение этого псалма или часто используется выражение типологическое или прообразовательное прочтение этот псалом имеет и буквальный уровень и уровень нравственный и уровень типологический но вот в этом отрывке можно все-таки прочитать и буквально и типологически в остальных отрывках сама там есть и нравственно но здесь все-таки больше буква и прообраз давайте попробуем прочитать этот псалом как право как букву и это будет тоже полезно скорее всего весь этот псалом был написан или спит в то время когда переносили ковчег завета мы знаем что царь давид переносил ковчег завета из одного места в иерусалим и вот ковчег завета должен был быть внесен в в иерусалим то есть его нужно было принести через ворота в древности ворота строили маленькими низенькими ковчег должен был был внестись понятно что сам ковчег небольшой и он бы легко бы прошел бы через эти ворота мы иногда представляем там на картинках или там фильмах ковчег завета что такое огромное огромный сундук на самом деле этот небольшой ящичек вот но ковчег вносится а наверху ковчега находится находится два керуба два херувима а между ними присутствует господь как будто как как будто сидит он на этих керубах и получается вроде ковчег там маленький но когда его вносят вносят господа сидящего на этом ковчеге и получается господь большой великий и если его вносить в эти ворота то он не сможет войти он заденет головою притолку этих ворот то есть бог входит в город как царь и что нужно делать нужно взять и разбить притолку притолку ворот как бы поднять поднять ворота чтобы вошел вошел господь царь славы вот здесь это буквальное понимание это внесение ковчега завета в иерусалим но этот отрывок христианской экзегезе разными святыми отцами разными экзегетами понимается еще и как указание на вознесение господне как был а как ну понятно что царь славы царь славы это мессия мы на иконах на изображениях распятия пишем что христос это царь славы царь какого царства своего царства царь наш царь прославленный царь и вот этот царь входит на небеса но небеса запечатаны если вдруг вы забыли то давайте я вам напомню что происходило с душами людей которые умирали во времена ветхого завета они отправлялись в шоу они сходили в то место которое называлось от небеса были закрыты как в скине а потом храме было было за за завеса которая делилась святое цвета и святых она такая никогда не открывалась нас закрывала небеса символизировал этот закрытие не без на небеса никто не входил христос умирает христос как человек сходит в ад он разрушает от и он идет на небеса и вот открываются небеса и господь входит в небеса и он ходит как победители он ходит как царь а царь победитель не мог вот просто войти он должен был пойти как прославленный как великий как большой и вот чтобы показать величие христа величие его дела говорится о том что открываете ворота выбиваете притолку и пускай он входит вот этот вечный вечные ворота ворота если буквально вечные это древние ворота а если если посмотреть с точки зрения мессианской то это ворота которые были закрыты после грехопадения человека сейчас они открыты сейчас эти ворота открытой и все мы можем пройти тем путем который прошел господь наш иисус христос мы с вами посмотрели на мессианское пророчество в 23 псалме где говорится о во первых в ходе или внесении ковчега завета в иерусалим и в ходе господа на небеса спасибо за внимание меня зовут дмитрий горяч добыкин мы с вами были на портале экзегет точка ру спасибо за внимание до свидания внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео